День за днём 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 В целом, за прошедший год республика сохранила тенденцию роста экономики. Темп строительства социальных, жилых и других объектов продолжает увеличиваться. Я специально для иллюстрации привез вот такой альбом. 18 922 объекта построили. Типовые, красочные. Полистать можно по всем направлениям. Кроме крупных производственных объектов, таких как Талаканский и так далее. Журналисты поинтересовались также системой выплаты республиканского материнского капитала. Многие семьи не могут получить его, потому что маткапитал в республике выдают только после отчета об использовании средств. Егор Борисов прямо в ходе встречи позвонил министру труда Александру Михееву и попросил разобраться с ситуацией. Два года назад дано поручение по использованию материнского капитала. По ним мы должны были принимать решение. Почему решения нет до сих пор? В минувшем году руководство республики провело ряд встреч с федеральными ведомствами по решению самых актуальных вопросов. Еще один важный пункт – расселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Республика смогла отстоять продление данной федеральной программы в нашем регионе на 2018 год. Мы встречались с Министерством строительства, большая группа специалистов. Мы добились, чтобы программа переселения из аварийного жилья, как пилотный проект, в Якутии в 2018 году продолжался. Это было очень большое достижение. Ни один субъект не пробил. Мы пробили. Егор Борисов подчеркнул уникальность нашего региона. По климатическим, географическим и демографическим условиям Якутия не похожа ни на один другой регион в стране. В условиях Якутии есть объективные причины, чтобы мы оказывали людям помощь. Мы не можем сравниться с другими субъектами. Мы не можем с другими субъектами, кажется, соотноситься и говорить о том, что у нас должно быть меньше-больше. Мы должны иметь абсолютно свой отдельный подход, что мы создаем. 2018 объявлен годом содействия занятости населения. В рамках этого сейчас идет формирование планов и проектов, которые должны существенно повысить трудовую мобильность граждан, а значит, способствовать дальнейшему развитию региона. Любовь Васильева, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. У россиян появилась еще одна возможность улучшить жилищные условия благодаря новой федеральной программе. Жилищные кредиты под 6% годовых станут доступны для семей, где с 1 января этого года появился или появятся второй и последующие дети. О запуске программы по субсидированию еще в ноябре говорил президент страны Владимир Путин. А в конце года в Москве сообщили о рекордном падении ставок на жилищные кредиты. О ипотечных ставках в Якутии и новой господдержке расскажет Марьяна Кутукова. Как заявили в Минстрое, за последние годы процентные ставки по ипотеке в республике снизились на 2,5 и 3%. Сегодня среднеизвешенная ставка составляет более 10%. По сравнению с 2014 годом, когда произошел экономический кризис, стоимость квадратного метра упала на 25%. Люди не только брали жилье для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, но для того, чтобы обогатиться. В связи с тем, что до 2014 года в среднем в год стоимость квадратного метра росла на 10-20%. Потом произошел кризис, произошел спад. Сегодня люди берут ипотеку только и покупают жилье только для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Соответственно, спрос на ипотеку и на жилье упал, и банки, соответственно, тоже снижают процентные ставки для того, чтобы привлечь к себе клиентов. В Якутии ежегодно жилищные кредиты берут почти 9 тысяч семей на сумму 19 миллиардов рублей. Сегодня 70% всех ипотечных кредитов приходится на Сбербанк. В августе прошлого года Сбербанк существенно снизил процентные ставки, вернув их до кризисный уровень. Поэтому у нас ставки продолжают действовать. На первичном рынке от 7,4% и на вторичном рынке от 8,9%. Также с августа 2018 года у нас работает своя площадка. Сервис называется Дом Клик от Сбербанка, где каждый желающий приобрести объект недвижимости на вторичном рынке может себе подобрать объект из сайта. Тем самым этому клиенту мы можем применить дисконт в размере 0,3%. В этом году ипотека станет еще доступнее, но не для всех. Новая федеральная программа коснется семей, у которых с этого года до декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. Именно они смогут воспользоваться сниженной ставкой в 6% на 3 года или на 5 лет. Сейчас уже постановление правительства Российской Федерации вышло. От 30 декабря прошлого года размещено на сайте правительства. Вот сегодня разместили. Мы сейчас изучаем этот механизм. В ближайшие дни уже банки будут начинать работать по данной схеме. Я считаю, что это очень здорово, что сейчас могут как бы, ну большие льготы, как для семей сделали, что какой-то процент может оплачивать государство. Но сейчас нужно посмотреть, как вообще будет это все влиять и действовать. Так-то для граждан надо это, субсидировать, это помощь государству. Потому что у нас, как вы сами знаете, цены у нас не маленькие везде, промежуток, да, короткие. Вот это, да, конечно, печальненько. По расчетам Минстроя, новая программа позволит участникам сэкономить до 100 тысяч рублей в год. Кроме того, такие семьи смогут рефинансировать уже действующие ипотечные кредиты. Между тем, как отмечают эксперты, банкам придется более тщательно оценивать финансовые возможности заемщиков. Марияна Кутукова, Григорий Охлопков, Иван Семенов. Якутия. День за днем. Новогодние праздники в Якутии закончились похолоданием. И говоря про отрицательные температуры, не стоит забывать о теплоснабжении. Доставка топливоэнергетических ресурсов в районы сейчас идет в плановом режиме и срывов по срокам нет. Однако, отопительный сезон уже отметился сбоями в теплоподаче. Как же так получилось и как решаются подобные вопросы, выяснял Дмитрий Тымыров. В 2016 году в январе из-за некачественного топлива в Тампонском районе были разморожены радиаторы отопления в шести квартирах и трех подъездах жилых домов. Была прекращена подача холодного водоснабжения в восьми жилых домах и на шести объектах. Тогда ситуацию в экстренном порядке решили. По данным Республиканского надзорного ведомства, причиной ограничения подачи тепла стало застывание сырой нефти в емкости с топлива. В эти морозные дни такая ситуация повторилась вновь, но уже не в котельной, а в дизельной электростанции. У нас произошло ЧАЭС, аварийная остановка дизельной электростанции, после чего котельная на ноль встала и свет по всему поселку ушел. В итоге отогрели, провели спутник, утеплительные работы. Сейчас все запустили, все работает в порядке. Но я имею в виду, что топливо, оно до минус 45, а в котельной у нас топливо, сырая нефть, но пока этот вопрос у нас нормально решается, его мешает с дистопливом, разжижает и оно нормально подается. Если в Тополином Тампонского района люди оставались без света, то в Оленёкском районе из-за несоответствия топлива условиям Крайнего Севера. 15 января 2018 года температура на подаче тепла в пяти котельных губжиках Республики понизилась до 30 градусов. Нефть попросту замерзла от холода. Ситуация сегодня уже в лучшую сторону изменилась. Правительством Республики была направлена оперативная группа из Якутска, спецбортом были поставлены спецоборудования, выехала бригада работников. Проблемы возникают не только из-за промерзания нефтяного топлива. В отдельных котельных возникают вопросы и по качеству угля. Попадает часто порода, песок. В связи с этим у них уменьшилась теплоотдача. Мы с руководством отрабатывали и отрабатываем, что хотим организовать дополнительные комиссии еще и брать отбор угля. То, что получаем, полученных шахты уже имеем, которые по филиалам, филиале в котельном. На сегодня вопрос с углем решается в рабочем порядке администрации Губжиха Республики. Уголь, который поставляется в филиалы этих населенных пунктов, сейчас отправлен на экспертизу. Если с породами доставляется, то мы породу собираем в одну кучу и потом приглашаем представителей поставщика и нашими. Определяем, какой объем этой породы и возмещается. По такой же схеме мы работаем с остальными поставщиками. Это Толен, это Харбалакский угольный разрез, это Сунтар-Сиолит и Кировский угольный разрез. А что делать с топливом, которое предназначено не для суровых морозов, но имеется на месте? В Оленьке решили использовать так. Мы этой нефтью будем пользоваться весной, при более высоких температурах. Кроме того, сегодня идет нефть уже с других месторождений. Чтобы впредь таких ситуаций не возникало, нужно поставщикам ресурсоснабжающих предприятий учитывать суровые природно-климатические условия нашего региона. Любой просчет при выборе топлива может привести к самым печальным последствиям. Холод не признает никаких ошибок. Дмитрий Тымыров, Иван Семенов, Василий Слепцов, Григорий Григорьев. Филиалы НВК Саха. Якутия. День за днем. Ну а мороз пришел в республику с такой силой, что даже зарубежные средства массовой информации пристально наблюдали за жителями региона. О том, как запомнится зима 2018-го, расскажет Василий Радченко. Всю неделю на территории республики гребчали морозы, и гидромедцентры говорили об аномально низких температурах. Уже который раз рекордсменами по холоду стали Аймеконские и Верхоянские районы. Территория Якутии на большей части находится под влиянием высотного циклона. У земли на северо-востоке республики у нас находится антициклон, поэтому у нас очаг холода в Верхоянском и Аймеконском районе. В этих районах температура воздуха ночная у них на уровне 56-58 градусов мороза. И эти температуры не стали окончательными. Уже в четверг столбики термометров на севере республики перешагнули отметку в минус 60 градусов. Якутия – это не только самая большая административно-территориальная единица в мире, но и единственная точка на Земле, где разница между самой высокой и самой низкой температурами более 100 градусов, 70 из которых со знаком минус. Почему республика Саха, а в частности Аймеконские и Верхоянские районы, стали полюсом холода? Ответ на этот вопрос мы решили узнать у ученых города Якутска. Институт мерзлотоведения занимается изучением вопросов вечной мерзлоты и климатических изменений Якутии с 1961 года. Михаил Николаевич, директор института, рассказал нам, что делает климат районов Крайнего Севера таким уникальным и отличным от мест со схожими географическими условиями. Наиболее низкие температуры в зимний период, они связаны с двумя явлениями. Первое явление – это аэрографических инверсий, то есть горные области, в них есть определенные понижения, и тяжелый холодный воздух, он скапливается и застаивается в этих котловинах. И второй немаловажный фактор – это циркуляционные процессы. Это циркуляция, северная и арктическая циркуляция и тихоокеанская циркуляция. Как раз в этих областях сходят циркуляционные зоны и вызывают своеобразные циркуляционные процессы, которые формируют застаивание холодных масс именно в этих регионах. Несмотря на сильные морозы сегодня, ученые утверждают, что в целом за последние 70 лет стало теплее. Наблюдается повышение температуры, ну и это в целом по миру, не только у нас в Якутии. С 1960-х годов и до 2015-го года среднегодовая температура повысилась на 3 градуса. Тем не менее, пока происходит глобальное потепление, люди в республике не чувствуют этого и занимаются своими обычными делами. В городах продолжают функционировать предприятия и госучреждения. В деревнях жители не бросают заниматься промыслом и домашним бытом. Холодам радовались разве что школьники, которым из-за установки актированных дней отменили занятия. Однако ученикам старших классов в большей части республики все же пришлось отправиться в школу. Возлагается ответственность на родителей, которые должны наблюдать за своими детьми. И при наличии проблем со здоровьем, проблем с транспортной доступностью, родители самостоятельно определяют, сможет ли ребенок в этот день пойти в школу. При этом необходимо родителю оповестить классного руководителя о принятом решении. А тем временем за рубежом недоумевали, как можно жить в таких условиях. Западные СМИ один за другим делали репортажи про крайний север. В соцсетях популярность набирали селфи местных снегурочек и фотографии на фоне застывшего на отметке минус 62 градуса электронного термометра. Особое внимание получили ролики с купающимися в минус 50 местными жителями. Это привлекло в северный край как российских, так и иностранных туристов, которые, бросив свои дела, отправились за получением своей дозы экстремальных ощущений. Несмотря на это, скоро в республике холодная пора сменится на теплое время года, и якутияне снова смогут порадоваться теплой погоде и яркому солнцу. Василий Радченко, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Я напомню, вы смотрите итоговую программу «Якутия день за днем». Далее мы поговорим вот о чем. В первый класс без очереди в Якутске начался прием в городские школы в режиме онлайн. Электронная запись проходит в два этапа, а подать заявление лично можно будет только в следующем месяце. Что изменилось на предстоящих выборах президента страны, голосовать можно будет на любом избирательном участке, а за ходом выборов будут наблюдать общественные организации. Рождественские каникулы студенты СВФУ провели новогодние праздники в культурной столице и Москве, «Как отдохнули лучшие студенты главного вуза Якутии». Но об этом сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. И вновь в эфире итоговая программа «Якутия день за днем». И мы продолжаем говорить о главных событиях недели и не только. Предстоящие выборы президента России пройдут по новым правилам. В закон о выборах внесли изменения. Основные коснулись способа голосования вне своих избирательных участков и отбора наблюдателей. В двух словах открепительные удостоверения больше не нужны, а наблюдать за процессом голосования будут общественники. И в эти дни в Якутске прошел большой семинар для представителей территориальных избирательных комиссий. На нем и рассказали о главных изменениях. Подробнее расскажет Сергея Захарова. Выборы президента Российской Федерации должны пройти на самом высшем уровне. Учитывая нынешнее положение государства и мировой политики, на выборы президента будет обращено пристальное внимание, сказал руководитель администрации главы правительства республики Федор Борисов. Недопрожелатели будут использовать любой шанс. Самую маленькую оплошность в работе избирательных комиссий, чтобы объявить результаты выборов в России нерегитивными. Значительные перемены коснулись общественного надзора за ходом выборов. Если раньше на участках находились представители партии, то с этого года наблюдателями предстанут активисты общественных организаций. Заниматься их подбором будет общественная палата республики. В частности у нас это мы с вами, это люди те, которые имеют избирательное право. Наблюдатель должен быть человек искренний, во-первых, добросовестный человек. Всего по республике отберут более тысячи наблюдателей. Списки обнародуют после 10 февраля. Однако уже сегодня известно, что их пополнят представители таких наиболее крупных организаций, как Лига женщин Якутии, Лига отцов, Первичные профсоюзные организации и Торгово-промышленная палата. Если смотреть на историю президентских выборов с 1991 года, то можно заметить существенную эволюцию. Когда страна выбирала самого первого президента, требований было не так много. Но в то же время они ставили довольно жесткие рамки. Балонтироваться имел право только член зарегистрированной партии, профсоюзных организаций, коллективов учебных заведений, собраний граждан или военнослужащих. Для участия ему требовалось всего 100 тысяч подписей. Но со временем закон начали дополнять и трансформировать. Так, в 90-е годы основные изменения были связаны с расширением круга возможных кандидатов. Право выдвигать претендентов получили общественные организации. Также установили ограничения по судимости. За тяжкие и особо тяжкие проступки можно было бессрочно лишиться пассивного избирательного права. Впервые в это время предусмотрели досрочное голосование. В 2000-х в стране приняли очередной ряд ограничений. В том числе на выборы не допускались лица, занимавшиеся экстремистской деятельностью. А количество подписей в поддержку претендентов увеличили до 2 миллионов. В следующей десятилетке эта норма была сокращена до 300 тысяч подписей. Смягчили и пункт пожизненного отстранения от выборов людей, имеющих судимость. В замене до настоящего времени действует регламент. С момента погашения судимости по тяжкой статье должно пройти не менее 10 лет, а по особо тяжкой не менее 15. Последние коррективы внесли в 2017 году. В частности, отменили открепительные листы, которые действовали на территории России с 90-х. Теперь же избирателю достаточно в установленный срок оставить заявление о прикреплении к другому участку в ближайшей территориальной комиссии. Подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию за 45 дней с 31 января по 12 марта. Либо участковые избирательные комиссии с 25 февраля по 12 марта. Также заявление можно заполнить в любом филиале многофункционального центра или через портал госуслуг. После этого в намеченный день избиратель сможет отдать голос за своего кандидата в ближайшем для него участке. Перемещаться с участка на участок можно будет и внутри территории, внутри города, внутри поселка. То есть у нас, например, огромное количество людей в день голосования работает на участках. Это сами члены участковых избирательных комиссий, это представители полиции, это различные наблюдатели. Они тоже могут подать заявление и принять участие в голосовании на том участке, где они будут работать. А вот досрочное голосование сохранили только для отдельных категорий граждан. Те, кто по роду своей деятельности находится в отдалении от населенных пунктов. Национальный венкийский у нас наследие, село Енгра. Там, где проживают на стойбищах оленеводы, охотники. К ним мы на досрочное голосование выйти труднодоступно. Обычно вылетаем, выезжаем на вертолетах, обеспечиваем их избирательное право для участия в выборах президента Российской Федерации. У нас в районе на трех избирательных участках будет вестись досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Там есть оленеводы и коневоды. Избирательные комиссии поедут, согласно, не позднее, чем за 20 дней. По традиции, за год до выборов Всероссийский центр изучения общественного мнения начал проводить опросы граждан. Один из них касался намерения россиян пойти на выборы. Так, по его результатам, из всех интервьюеров 67% уверены в том, что исполнят свой гражданский долг 18 марта. Скорее всего, пойдут чуть больше 11%. А доля тех, кто точно не пойдет, всего 3%. Не определились, по данным центра, около 15% граждан. Стоит отметить, что прогнозировать активность населения довольно сложно. Тем более, что избирательная кампания началась относительно недавно, утверждают специалисты. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутия день за днем. В Якутии началась запись детей в первые классы городских школ. Ранее эта процедура для многих родителей и будущих первоклассников, вероятно, ассоциировалась с самым настоящим кошмаром. Люди сутками на морозе дежурили у школ, в которые хотели записать детей. На месте создавали свои собственные списки очередности, причем отличные от тех, что были составлены в самих школах. Это впоследствии порождало разные инциденты, вплоть до драк. Несколько лет назад эту проблему удалось решить. Теперь запись проводится в электронном виде, и она стартовала. До 27 января у родителей есть возможность записать своих детей в одну из 11 школ города. С 27 января появится возможность записать в другие школы. На два этапа процедуру разделили, чтобы снизить нагрузку на электронный сервис. Ну а для тех, кто хочет отдать своего ребенка классическим способом, лично подав заявление в школу, такая возможность осталась. Но причем начнется она только в следующем месяце. Подробнее о приеме детей в первые классы расскажет Сарглана Федорова. Из-за нехватки мест в школах еще пару лет назад родители будущих первоклассников сутками стояли в осаде школы. Сегодня у родителей есть возможность записать ребенка в школу через портал образовательных услуг «ИДУ» и «Якутия.ру». Прием заявлений начался ровно в 9 утра. В прошлом году за первые 15 минут на портале подали порядка 350 заявлений. При выстраивании очереди учитывается секунда. Также решающим является и наличие льгот. То есть тут, как бы так сказать, кто впервые нажмет, тот и запишется. Ну, очередь будет выстраиваться касательно того, что если человек с льготами, может он там позже подал, конечно, но так как он льготник, он все равно может уйти вперед немного. Родителям необходимо иметь учетную запись в единой системе идентификации ИСИА. После подачи заявления в течение 14 рабочих дней заявителю в личный кабинет должно прийти уведомление о том, когда можно предоставить оригиналы документов в школу. Очень желательно, чтобы запись на портале госуслуги у вас была подтвержденная, потому что в этом случае у вас заполнение заявления будет происходить автоматически. То есть первая часть уже будет заполнена, и это позволит сэкономить время для подачи заявления в электронной форме. Одновременно подавать заявление смогут 900 человек. Попадание в одну из школ по прописке почти гарантировано. Но родителям не все школы кажутся подходящими. Подать заявление в желаемое учреждение можно только с 1 июля. В будущем году порог столичных школ переступят более 5000 детей. Динара Игнатьева, мама будущего первоклассника Андрея, старшего сына, отправляла в школу 3 года назад. Тогда пришлось отстоять огромную живую очередь. Старший, когда шел в первый класс, там было около 40 детей. Ну и сейчас также остается 38 детей. Когда очень много детей, невозможно для всех уделить внимание. Мне кажется, что родители уже заранее до школы должны были подготовить своего ребенка. И ходить на подготовительные, и морально тоже. В школах Якутска сегодня обучается более 40 тысяч детей. А здания учреждений рассчитаны на 20 тысяч мест. Руководству школ приходится использовать буквально каждый квадратный метр, чтобы вместить всех учащихся. В 20-й школе ежегодно классы комплектуют свыше плана. Так, в прошлом году в первый класс набрали 65 детей. При этом в школе нет спортивного зала. Дети занимаются в неприспособленном помещении. Старшие ученики ездят в спорткомплексы. И родительский комитет, и мы, администрация, выходили о том, чтобы нам пристрой, построили пристрой школы. Недавно была встреча, где было сказано, что это в ближайшее время не планируется. Поэтому, может быть, в 2022 году что-то будет планироваться. Но, тем не менее, мы ждем ожиданиями уже 18 лет. Разгрузить столичные школы можно по примеру дошкольных учреждений. Так, субсидирование частных детских садов решило проблему с нехваткой мест муниципальных. За счет предпринимателей, работающих в сфере услуг по дошкольному образованию, было создано почти 2500 мест. Но для того, чтобы частные школы также разгрузили муниципальные, необходимо внести их в программу создания новых учебных мест. Есть проблемы, связанные с федеральным законодательством, которые не предусматривают прямого финансирования родителей, чьи дети ходят в частные образовательные учреждения. Мы поэтому будем вместе с управлением образования, с предпринимателями рассматривать варианты, которые можно реализовать на уровне муниципалитета, чтобы часть таких образовательных услуг все-таки у нас и через частные учреждения тоже предоставлялась. Сегодня о заявлении в школу приняли Классическая гимназия, АИ Кахата, Саха Корейская школа, Саха Гимназия, Политехнический лицей, Средние школы номер 1, 5, 16, 17, 31 и 33. Остальные начнут прием с 27 января. Если у родителей нет возможности самостоятельно подать заявление, они могут подойти в офис АМФЦ и воспользоваться помощью специалистов. Или же с 1 февраля лично обратиться в общеобразовательное учреждение. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутия. День за днем. В Якутии при экстремально низких температурах воздуха специалисты испытывают морозоустойчивость и бесперебойную работу двух новых вертолетов Ми. Программа предусматривает около 20 полетов при температуре воздуха до минус 50 градусов с погодными условиями, при которых возможно обледенение техники. Также планируется взлет на высоту до 2000 метров. Ми-171А2 – это многоцелевой вертолет среднего класса. Он продолжает модели Ми-8 и Ми-17. От своих предшественников он получил внешний вид, но имеет более 80 конструктивных отличий, в том числе и двигатель нового образца российского производства. Вертолеты будут использовать как в медицинских целях, так и в грузопассажирских перевозках. Мы сейчас находимся в вертолете, за бортом минус 40 с лишним градусов. Здесь мы очень комфортно себя чувствуем. Буквально 3-4 минуты и вертолет уже готов для приема пассажиров. Получены все необходимые документы для подготовки и дальнейшего аттестации и сертификации данного вертолета. На этой неделе стартовал межрегиональный конкурс «Этнопоп-песни под одним солнцем». В 11 регионах покажут совместный проект театра эстрады и национальной вещательной компании «Саха». Напомним, в ноябре в Якутске прошел концерт, где артисты показали самобытную культуру и музыку своих народов. Конкурс в таком формате в Сибири провели впервые. А сейчас идет голосование. В течение месяца можно отправлять смс-сообщение и отдать голос за понравившегося участника. Имена победителей станут известны 17 февраля. 150 лучших студентов Северо-Восточного федерального университета получили ежегодную премию вуза «Рождественские каникулы». Они посетили Санкт-Петербург и Москву. Поездку в Северную Пальмиру и Златоглавую стали итогом их упорного труда. О том, как прошли каникулы лучших студентов СВФУ, нам расскажет Айсена Бурнашова. Премия СВФУ «Рождественские каникулы» вот уже на протяжении 8 лет назначается в форме поощрения лучшим студентам-бюджетникам, которые смогли достичь высоких показателей в учебе, науке, спорте, творчестве или общественной деятельности. Целью данной премии является прежде всего создание условий для разностороннего развития личности. И, конечно же, премия служит мотиватором будущих достижений. За все годы существования данной премии провести зимние каникулы в Петербурге и в Москве смогли ровно 1200 студентов. Финансирование со стороны университета. Была оплачена путевка и перелет в Петербург через Москву. Две группы были образованы. Это Санкт-Петербург, одна группа 75 студентов и вторая группа город Москва. Мы вылетели 10-го, вторая группа московская вылетает 15-го. Тоже недельку там будут. В Петербурге студентам предложили недельную культурно-просветительскую программу, в ходе которой они посетили и Мариинский театр, и царские дворцы, и музеи, и все главные достопримечательности города. Ребята также смогли найти время и для встречи с питерскими студентами-якутянами и сотрудниками поспредства. В Санкт-Петербурге студенты позапрошлым году был юбилей. В честь юбилея я хотел подарить вам книгу. Как вы честитесь, пожалуйста, для нас. Конкурс на премирование проводится из года в год, и участвовать в нем могут все студенты-бюджетники, обучающиеся со 2 по 6 курсы. Подачу и рассмотрение документов контролирует комиссия университета. Я пыталась податься в прошлом году, но я не прошла. Но в этом году, к счастью, прошла. Волнуюсь, потому что в нашем университете активных студентов очень много, у которых достижения разного рода. И очень было просто подать там. Надо было принести просто портфолио и все. Рождественские каникулы – это премия, о которой мечтает каждый студент СВФУ. И чтобы эта мечта стала реальностью, нужно приложить немало усилий. Это большое достижение для каждого студента, чтобы попасть именно в очень красивый город, город Петербург. С первого курса я занимаюсь общечественной деятельностью, являюсь председателем профессиональной организации студентов Института естественных наук. Я занимаюсь в вокальном ансамбле Сергея Леонсу Устара. Участвуем во всех мероприятиях, которые проводит университет. Участвуем в мероприятиях также городского масштаба, республиканского масштаба. Я являюсь командиром ДНД при СВФУ. Мы проводим различные мероприятия. Плюс в том, что мы очень много мест посещали, но минус в том, что очень много мест посещали. Санкт-Петербург является не только культурным и историческим центром России, но и образовательным. Помимо архитектурных ценностей здесь находятся и ведущие вузы России и мира. Моей главной целью было не просто посетить Санкт-Петербург, а именно посмотреть будущее университета, потому что в следующем году я уже буду поступать на магистратуру по своей специальности и также купить специализированную литературу, которую у нас нету для дипломной работы. Я уже четвертый курс, являюсь выпускницей, поэтому мне очень интересно было сюда приехать и узнать. Например, меня очень заинтересовал СВБГСУ, все равно интересует как строителя. И, конечно же, СВБГУ. Студенты, посетившие северную столицу, сейчас уже в Якутии. А начиная с 15 января стартовала обширная культурная программа уже в Москве и уже для следующих 75 студентов. В столице России ребята пробудут до 21 января. В их программе не только знакомство с городом, но и встречи со студентами московских университетов, сотрудниками постоянного представительства и работниками компании «Майкрософт». Я люблю СВБГСУ. СВБГСУ любит меня. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Сардана Протопопова, НВК «Саха», Санкт-Петербург. Вот такое мы запомним уходящую неделю. О том, что будет дальше, вы всегда можете узнать из выпусков новостей на нашем канале, а также на информационном портале nvk.defis.online.ru. А через неделю мы вновь встретимся и расскажем о главных событиях. Я, Павел Танин, на этом с вами прощаюсь. Доброго вечера, хороших выходных и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин